Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do, when they come for you, and now we're gonna take them all away here, police are going to take them all away. Ты не против, если климат-контроль немного убавлю? Зачем? Слишком жарко, разве нет? Да вроде вполне нормально. Ты правда не чувствуешь, что становится всё жарче и жарче? Нет. С тебя уже пот течёт. Я всегда потею. Знаешь ли, вождение — это большой стресс, это не из-за температуры. Я всегда потею, когда вожу. Что они там делают? Посигналим. Я посигналим через три секунды. Прошла всего секунда. Я считала в китайских секундах. Таких же даже не существует. Белые люди. Я, пожалуй, убавлю температуру. Нет, это ничего не изменит, а просто будет дуть сильнее. Мы не можем изменить природу, окей? А, я понял. Твой климат-контроль сломан. Что? Да, смотри. Как ты можешь видеть на этом графике, который специально приготовил для данной дискуссии, температура в машине растёт и растёт. Очень сильно. Да, я не согласен. В смысле ты не согласен? Ты не можешь не соглашаться с фактами. Эй! Я хочу выбирать и верить в то, что захочу. И доказывать своё мнение неподтверждёнными фактами, если я так захочу. Это называется первая поправка. Не слышу о такой. Она существует уже тысячи лет. Почему люди такие тупые? Продолжай сигналь. Высигналь всё дерьмо из этих долб... Я не хочу быть грубой за рулём. Окей, я видела одно видео на фейсбук. Там одна леди кричала на парня, потому что он не ехал. Оказалось, он говорил по телефону, потому что у него собака умерла. Неловко. Теперь я думаю дважды, потому что... Окей. Просто потому, что кто-то сделал какую-то документалку о том, что можно менять климат в машине, это не значит, что это правда. Ты просто не знаешь, как он работает. Да, никто не знает, как работает прибор в машине. Это просто светящиеся и моргающие кнопки, которые засунули в машину, чтобы люди думали, что они платят за что-то крутое и новое. Нет, нет, это не так. А, ну ладно. А ты знаешь, как, например, работает круиз-контроль? Нет, но... Опять кому-то промыли мозги. Прекрати. Хорошо, я пойду поговорю с ними. Какого х**а? Ты чё, брюна с собой взял? Да. И что? Вытащи его, так ещё в 10 раз жирче. Чувак, я всегда его с собой ношу. Ты чё, хочешь, чтобы я менял свои привычки? Для чего оно вообще тебе тут нужно? Окей, смотри. Еду я такой по дороге, и тут мне захотелось пожарить бекона на открытом огне, что у него был такой аромат и особенный вкус. Ты не подумал об этом? Окей. Давай, давай я просто объясню на языке, который ты точно поймёшь, окей? Это удобно, окей? А если тебе не нравится, что люди тратят огромные деньги на такие полезные вещи, то ты не настоящий американец. Что? Чё вы, блядь, тут делаете вообще? Мы пытаемся решить проблему с климат-контролем. Здесь слишком жарко. Если мы сейчас, а не решим, это приведёт к катастрофическим результатам. Гнила, у вас стоит двойной климат-контроль. Вы ведь знаете, что вы можете выбирать температуру для каждой стороны, да? И подогрев сидений стоит на полной мощности. Хватит выдумывать. Господи боже, она просто сумасшедшая. Вот эта девочка злая, но правая. Ей бы охладиться. Ладно, поехали отсюда. Баб-бой, баб-бой, what you gonna do, what you gonna do, when I come for you? Вы, блядь, серьёзно сейчас? Ваша машина в пять минут стоит здесь. Но прошло минуты три. Ну, технически это как... Где китайский минут? Белые люди? Да. Белые люди все тупые. Ты тупая. Перевод Александра Лютикова, озвучили Антон Дмитрием Альтера. Не забудь давать это видео к себе, так что пей нашу группу СМОЖ ВКонтакте, vk.com.slashsmosh. Ссылки есть в описании под этим видео. Ага. Видео на видео на the right to check it out. Ага. Что я сказал? Что я сказал? Ага. Ага. Продолжение следует...